Назад в прошлое. Сегодня возле Пирогова под Киевом шли ожесточенные бои. Летали самолеты, стреляли пушки и ездили танки. Масштабная реконструкция боя 1945 года у Эльбы собрала тысячи зрителей и несколько сотен энтузиастов, надевших на себя форму советских, немецких, британских и американских солдат. Стреляли из настоящего оружия, но холостыми. Все видел Руслан Ермолюк. У них ломанный немецкий и отличный русский. Виталий в прошлое милиционер, а сегодня он немецкий офицер. Командует целой ротой солдат. Они долго готовились к этому сражению, сами шили форму и покупали знаки отличия. Достаточно дорогое удовольствие. Если вам нужно конкретно в суммах, где-то надо стартовать от 5000 гривен. Табельное оружие и патроны немецкие и советские солдаты получают с паспортом и под роспись у киношников. Оружие у нас не настоящее, оно выдается в киностудии Довженко. Это оружие под холостой патрон. Прямо в тылу у врага появляются всадники. Российские реконструкторы на украинских лошадях объезжают территорию. В данном случае мы, калийская разведка, пехотного полка в наступлении, обеспечиваем разведку, обнаружение противника и после боя преследование его. Лагерь красноармейцев расположился на опушке леса всего в сотни метров от немецких позиций. Вот отличники стрельбы, пулеметчики проверяют свое оружие. Сейчас мы работаем на пулеметах системы «Максима». Это одно из самых любимых советскими солдатами оружия. Пулемет абсолютно безотказен, надежен в работе, высоко скорострелян. Белая повязка и красный крест, карабин и санитарная сумка. Сегодня киевлянка Алена – медсестра. Память дедушки, память бабушки моей, которые участвовали. Патроны, бинт, таблетки, перекись, йод, зеленка. Все как полагается. Санкт-Петербуржец Александр Рябов надел форму британского солдата. Потому что я не хотел быть американцем. Надо было Западный фронт показать. Там ведь тоже происходили события. А у нас их очень недостаточно освещали. Над позицией войск вермахта на поле боя под Пироговым появляются советские самолеты. Они бомбят врага. Затем конные разведчики выходят на передовую. Завязывается бой. В наступление идут советские танки и пехота. В 1945 год. Германия. Немцы сдерживают наступление войск 1-го украинского фронта. С флангом наступают союзники. Здесь, у Эльбы, они должны соединиться. Но враг удерживает позиции и не сдается. Вот расчет немецкого противотанкового орудия пытается подбить советский танк. Пушка настоящая, снаряд холостой. Красноармейцы несут потери, но теснят врага. Колонну по одному. На поле боя развивается красный флаг. Его установил сержант Анатолий. Вот она встреча войск союзников из Советского Союза на Эльбе. Я ощущал очень большую гордость, во-первых, потому что ребята доверили этот флаг. Ну и, наверное, самое главное, это все-таки символ, цвет и знамя победы. Вы знаете, победа – это неприходящее. И оно будет вечно для нашего народа. Выстрелы стихают, война, отнявшая миллионы жизней, закончилась. И над полем снова воцаряется мир. Руслан Ермолюк, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал Интер.